Всем огромный привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Мария. Сегодня у нас будет парфюмерная распаковка с интернет-магазина Natina. Там были просто невероятные скидки, что я не смогла устоять. И, кстати, небольшой спойлер. Я сейчас жду еще один заказ, потому что скидки все никак не заканчиваются. Там я заказала аромат, который я очень хотела повторить в большем объеме. Тоже такой небольшой спойлер. Тот, кто смотрит меня давно, тот, наверное, догадается. Поэтому распаковка того заказа тоже будет. Там, кстати, у меня, по-моему, и уходовые продукты есть, помимо парфюмерии. И также два крутых аромата. И сегодня мы с вами распакуем ту посылочку, которая приехала ко мне сегодня. Сразу извиняюсь за мой не очень такой презентабельный вид, потому что я заболела. Пару дней я просто лежала в лёжку. Сейчас мне стало чуть получше. И я уже не могу не выйти к вам, не поделиться с вами своими новинками, не рассказать вам, что ко мне приехало, не распаковать с вами вместе. Знаете, я поймала себя на мысли, что я, когда распаковываю заказы сама, у меня потом появляется какое-то чувство вины, что я не показала вам, как всё пришло, как всё было упаковано, что, как. Как будто бы вот что-то не то, как-то пошло всё не так. Поэтому решила распаковать с вами. Здесь у меня вот такая вот небольшая посылочка. Здесь у меня два аромата. И знаете, что интересно? Эти ароматы, я не скажу, что они мне были жизненно необходимы. Прям вот я жить без них не могу, я буду пользоваться каждый день. Это два довольно спорных для меня аромата, но я всё равно решила, что они мне нужны. Потому что это именно те композиции, с которыми нужно немного, так сказать, потанцевать с бубнами. То есть, это ароматы не на каждый день, на мой взгляд, не на каждый сезон. В них нужен определённый сезон, определённое настроение. Китки были просто грандиозные. Как я вам сказала, я просто за эту сумму не могла их не купить. Мне хотелось. Я знала точно, что я хочу в свою коллекцию эти ароматы. Вот только вот меня смущало то, что это не совсем такие ароматы, которые, что называется, и в пир, и в мир. А тот, кто смотрит меня давно, опять же, знает, что я люблю максимально понятные ароматы. Я, да, люблю нишу, но нишу максимально коммерческую и максимально понятную. То есть, какую-то такую прям закадычную нишу я не ношу. Потому что, ну, это неуместно будет. Если я буду так пахнуть, просто меня люди не поймут. А чаще всего, где я бываю, я не хожу куда-то на такие светские мероприятия. В основном это как? Хожу с ребёнком в сад, там, на танцы, на рисование. То есть, вот такие какие-то моменты, там, в торговый центр, по каким-то своим делам. То есть, обычная девушка. И чаще всего, мне кажется, такие ароматы не очень уместны в повседневной жизни. Поэтому всё-таки в моей коллекции больше люкса. Поэтому, если вы поддерживаете меня в этом направлении, то оставайтесь со мной. Если не подписан на мой канал, то подписывайтесь. Впереди много всего интересного. И тут уже держу ножницы. Давайте будем раскрывать посылку. Потому что мне уже хочется быстрее распаковать, всё протестировать. И, кстати, наверное, на один из ароматов мы сегодня с вами сделаем сравнение. Так как я обещала вам сделать сравнение на несколько версий этого аромата. Потому что, думаю, отдельно, возможно, не всем это будет интересно. А здесь так вкратце и вам расскажу. Если вам захочется более подробного сравнения, я потом уж сниму тогда уже отдельное видео. Так. Как здесь всё упаковано. Упаковано здесь и воздух присутствует, и пупырчатая плёнка. В общем, присутствует всё. Итак, давайте. Вот такой вот воздух нам приехал. Так. Давайте, наверное, начнём с самого спорного аромата. Кстати, смотрю, накладной почему-то нет. Хотя раньше они вкладывали ещё накладную. Сейчас просто такой штрих-код тут. Так, что касается первого аромата, и это у меня композиция от бренда Lolita Limpica. Lolita Limpica. По-разному все называют. Не знаю, как правильно. Напишите в комментариях, как вы считаете, что правильно произносить. Это у нас Green Lawn. Это зелёный любовник. Вообще аромат заявлен как мужской. У него реально идёт гендерное подразделение, что это мужской аромат. Он в категории мужских ароматов. Но я так не считаю. И когда у меня появился пробник, я нанесла на мужа этот аромат. И он сказал, нет, это не мужской. Говорит, я такой аромат точно бы не носил. Потому что он всё-таки сказал, что аромат прям женский. Но, возможно, есть мужчины, которые любят такие сладкие ароматы. И для них он будет тоже уместен. Поэтому я могу сказать, что это 100% унисексовый аромат. Больше в женскую сторону. Так, как здесь всё упаковано? Всё стандартно. Вот такая вот здесь звёздочка. Так, давайте распаковывать. У меня здесь 50 миллилитров. И стоимость его была, если я не ошибаюсь, 1600 рублей. Вот, как вы понимаете, да, почему я его купила. И получается, ещё я добавила его в корзину на Натиной. Кстати, кто не знает, на Натиной есть такая опция, функция. Если вы добавляете аромат в свою корзину, то эта сумма сохраняется. Я не знаю, как долго сохраняется. Скорее всего, пока эта позиция не закончится в наличии. Сумма сохраняется. Потом, когда я уже зашила, этот аромат стоил 2500, а я его заказала за 1600. Я так думала, думала. У меня очень долго лежал в корзине. Потом думаю, нет, за такие деньги надо брать. Так, здесь вот всё оформлено так. Синий такой вкладыш. И аромат вау. Красиво такого цвета. Ну, я, в принципе, его видела. Этот флакончик мне очень нравится. Такой какой-то лазурный бирюзовый оттенок. И вот такая вот красота. Что касается этого аромата, давайте я нанесу его на блотер. На свой импровизированный блотер. Все уже привыкли к моим блотерам. Так, здесь вот открывается крышка. Кстати, открывается прям хорошо, мягко так. Так, и наносим. Так, холостые пшики есть. Мне безумно нравится в этом аромате старт. Он прям такой зелёный, сочный. Давайте с вами даже, наверное, зачитаем пирамиду. Здесь у нас пирамида верхней ноты. Это зелёный мандарин и перец. Средней ноты джинн, мяты, ягоды, можжевельника. База это у нас мадагаскарская ваниль и мускус. Вот на старте я ощущаю, правда, вот цитрус. Я прям зелень, такую сочность. Потом проявляется мята. А потом уже, там, наверное, по истечении, может быть, часа, может, чуть меньше, появляется база из ванили. И ваниль прям такая сладкая. Даже, я бы сказала, гурманская. То есть гурманское направление. И когда я его тестировала летом, он меня прям хорошо поддушил. И я сделала вывод, что это всё-таки не летний аромат. И он действительно, по-моему, он вышел к зиме. И он больше, да, такой, наверное, зимний, новогодний. Потому что есть и сладости, и цитрусы. Летом я его не рекомендую. Потому что также читала комментарии, что многие носят его и летом. Им нравится. Освежает старт, да. Старт прям освежающий. Такой сочный, зелёный. Но база прям ванильная. И вот эта база мне не даёт носить его именно в тёплое время года. Пишите, кстати, в какое время года вы его носите. В тёплое или в прохладное. Будет это очень интересно. Но я прям хотела, чтобы он у меня был. И поэтому приобрела себе его. И буду его с удовольствием носить именно в холода. Я думаю, в холода мы с ним прям отлично подружимся. Следующий аромат у меня это хлоя. Хлоя, хлоя опять же все произносят по-разному. Это у меня намат и версия в парфюмерной воде. Я вам говорила, что хочу снять сравнение. Так как у меня парфюмерная вода была в отливантике. И сейчас, наверное, мы с вами сделаем такое небольшое сравнение. Почему я приобрела парфюмерную воду? Потому что она мне показалась наиболее для меня актуальной. Туалетная вода. У меня вот есть здесь пробничек. Туалетная вода, она более такая звонкая, более цветочная. В ней больше цветов. И она такая более звонкая, более такая острая. Классная на, наверное, время потеплее. То есть на весну будет классно, на такую раннюю весну. Вот она прям вот своей звонкостью, цветочностью мне нравится. Но мне не хватает какой-то глубины в аромате. Мне не хватает сладости в аромате. Поэтому туалетная вода у меня отпала сама собой. Опять же, я вам сказала, если будет интересно прям по нотам, мы с вами сравним в отдельном видео. Также есть версия Хлоя на мат Абсолю. Абсолю мне нравится. Но, во-первых, мне кажется, что цена слишком на него завышена. Именно на версии Абсолю. Может, потому что это последняя самая версия. И опять же, он мне вроде нравится на старте. А потом как-то он, не знаю, становится более блеклый, что ли, на мне. Нету в нем тоже такой какой-то глубины. Возможно, я еще с ним подружусь и в дальнейшем приобрету себе версию Абсолю. Я этого не отрицаю, потому что туалетная вода точно нет. Что касается версии Абсолю, здесь у нас слива Мирабель, дубовый мох, даванна и сандал с мускусом. Я ощущаю в нем сладость, я ощущаю в нем сливу. И он для меня более такой теплый, насыщенный. Но потом он как-то начинает так развеиваться, становится более попрозрачнее. Вот дубовый мох и слива. Он такой как послаще, немного как будто бы поплотнее. Но в нем все равно для меня не хватает какой-то глубины. Мне хочется все равно чего-то такого интересного, немного отстраненности. То есть я им сказала, что в туалетной воде такая есть прям прохлада, звонкость, колкость, цветочность. А мне хотелось чего-то среднего. То есть чтобы была и отстраненность, чтобы была такая колкость в аромате, но при этом чтобы были фрукты, а не цветы доминировали. Здесь версия это наиболее теплая версия Абсолю. А то, что нужно было мне, чтобы была и прохлада. Даже, кстати, в этом аромате многие чувствуют немного мужской намек на мужской одеколон. Я как таковой сильно не чувствую этого. Может быть совсем капелюшку это прослеживается. Но это не критично. И вот в этом аромате для меня прям идеальное сочетание и тепла, и холода, отстраненности, и наличия фруктов. Здесь пирамида, конечно, самая обширная, если рассматривать вообще эти ароматы. Все три. Здесь у нас слива Мирабель, Бергамот, Лимон, Апельсин, Средний нот и Фрейзия, Персик, Жасмин, Роза, Дубовый мох, Амбер Вуд, Почули, Белый мускус, Сандал. И здесь, правда, есть вот это сочетание и цитрусовых, которые дают такую свежесть, воздушность, колкость аромата. Но в то же время и теплые аккорды. Давайте распаковывать. Я слишком много говорю и никак не распаковываю аромат. Если здесь как-то так он странно болтается в коробке, надеюсь, он в порядке. Хотя он здесь, в принципе, закреплен, но все равно как-то он немного тут шевелится у нас. Так, вот так вот выглядит у меня тридцаточка и стоимость была 2,400, если я не ошибаюсь. Мне кажется, для тридцатки это классно. У нас в России я не находила цену ниже там трех с половиной тысяч за тридцатку. Поэтому, мне кажется, цена очень даже приятная. Здесь вот так вот в упаковочке сама вот эта вот у нас такая замшевая лента. Вообще на мат это переводится как кочевники. Я думаю, в принципе, многие знакомы с этим ароматом. И вот такая вот замшевая здесь веревочка. Она выпрямится. У нас сейчас вот так вот выглядит флакон. И аромат мне этот нравится. Красиво, кстати, оформлено, что вот здесь вот тоже такая вставочка замшевая. Давайте нанесу его на блотер, обновлю свои впечатления. Так как я свою уже парфюмерную водичку в отливантике подарила маме. Кстати, он тоже ей понравился. И она также сказала, что это прям идеальный осенний аромат. Поэтому, в принципе, к осени его себе и приобрела. Здесь вот я ощущаю и цитрусы. Но цитрусы даже немного такие сладковатые. И прямо на старте я ощущаю вкусную, сладкую сливу. Но здесь максимально сладкая. То есть аромат прям фруктовый. Потом, конечно, он тоже развеивается. В нем появляются такие древесные, мшистые аккорды. Это, кстати, шипор. Это современный шипор. И я вообще с шипорами не особо так дружу. Я не скажу, что я прям люблю это направление. Я, допустим, себе также приобретала Изю в версии Lanuit новинку. И я с ней попрощалась, к сожалению. Потому что для меня оказалась она слишком. Я не смогла ее носить в повседневной жизни. Она не очень вписывалась. А Хлоя на мат мне нравится тем, что это шипор. Но он максимально современный. И максимально уместен сейчас. То есть в моей такой активной жизни. В том плане, что я не ношу практически платье. Я чаще в таком полуспортивном, в кэжуал стиле. И вот он идеально вписывается. Вот только такой шипор пока я на себе приемлю. Поэтому своей покупкой я очень довольна. Пишите, кстати, в комментариях, какую версию Хлоя на мат любите вы. Я прям сегодня его буду выгуливать. У нас как раз испортилась погода. Только начался сентябрь. И сентябрь прям пришел как по календарю. Только 1 сентября настало. И все погода начала резко портиться. И у нас прям дождь, ветер. Листики опадают. Прям осень-осень. И я считаю, что это прям идеальный аромат на осень. У меня получился заказ. Согласитесь, очень выгодный. Поэтому я очень ему довольна. Как я им сказала, я сейчас жду второй свой заказ. Тоже будет распаковка обязательно на канале. Пишите, что вы интересного приобрели во время распродаж на сайте Натина. Знаю, что многие-многие блогеры сделали там заказы. Я увидела в инстаграм, что многие именно сообщали о том, что скидки. В общем, пишите, что интересного приобрели вы. Пишите свое мнение по поводу Лолиты Олимпийки и Грин Лавер. И также пишите про Хлою. Какая версия вам нравится больше. Буду ждать обратной связи от вас. А я вам желаю всего самого-самого наилучшего. Кстати, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Там много всего интересного. Но также делюсь своими какими-то находками, новыми ароматами. Там чаще всего распаковки, какие-то обзоры, мнения об ароматах. Если я, допустим, иду в какие-то магазины тестирую, там в первую очередь все это появляется. Поэтому обязательно подписывайтесь. Я вам желаю теплой, такой приятной осени. Побольше таких приятных, теплых объятий. Любите и будьте любимы. Всего вам самого прекрасного. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok